Порядка даже больше 20 метров хорошего льда. С помощью бурой специальной линейки сотрудники ГИМСа измеряют толщину льда. Несмотря на его хрупкость, в некоторых местах уже видна вода. Впрочем, для фанатов зимней рыбалки пока терпимо. Все запреты и предупреждения они предпочитают обходить. При этом выходят на водоемы даже без средств спасения. И на этот раз, завидев сотрудников МЧС, все удельщики разбежались. Поймали только одного. Все, я тебе зашел на 5 минут. Летний? Спасибо. Ну, в фанатове, конечно, позволяет еще пройти средства безопасности. Что вы с собой не берете на работу? Я только слышу на 15 минут. Ну, а какая разница? Ну, хотя бы вы знаете все, что надо пройти? Я сейчас уйду. Знаю, да, конечно. Ну, у нас убедительные просьбы не нарушают. Такое, скольные поводы. За всю зиму в Рязанской области был зафиксирован только один несчастный случай. В Михайловском районе на пруду утонули дети. Но это, скорее, исключение из правил. По словам сотрудников ГИМС, эта зима прошла в спокойном режиме и без серьезных ЧП. Старший инспектор по маломерным судам Александр Гришин напоминает, сейчас на всех водных объектах проверять своим весом толщину льда запрещено. Так же, как и в зимнее время, серьезнее относиться к своей жизни. Брать предмет с собой безопасности. То есть необходимо взять пешню, линейка должна быть, чтобы промерили лед, спасательный жилет, тот же самый конец Александрова. Заметили, кто-то провалился, да, либо вы сами провалились, могли воспользоваться средством безопасности и вас могли спасти. В Рязанской области Центр управления регионом МЧС России по региону разработали специальную интерактивную карту. На ней все возможные зоны подтопления в нашей области. Их обозначили синим. На данный момент со всеми муниципальными образованиями проводится КЧС, то есть реагируется план, разрабатывается по действию в плаводный период. В тех затонах, которые вот даже мы заходили по Барковскому с вами затон, да, и видели, что там есть еще лед находится в этом. Толщина на данный момент сегодняшнего нашего контролирования, она еще позволяла выйти на лед, но в связи с тем, что сейчас весна, ситуация меняется ежедневно. Карту будут обновлять ежедневно. Данные на нее заносят на основе информации от МЧС, а также сообщений граждан. Все актуальные сведения незамедлительно передаются в МЧС. Мониторинг предстоящего половодия на контроле. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».